Заезжаем на территорию госпиталя. Приемное отделение. Ну-ка, сюда. Придродовая палата. Всем доброе утро. Сегодня это утро особенно доброе, потому что это мое первое утро, первый рассвет в роддоме. Родила я в 9.30 вечер, а вот сейчас в полшестого утра я нашла в себе силу сходить в туалет, почистить зубы, расчесаться. И пошла в душ, скупнулась, поменяла нижнее белье. И сейчас скоро должен быть подъем, как раз проведение гигиенических процедур, а я уже все это сделала. Не люблю, когда меня ждут. Возможно, потом на какие-то процедуры надо будет. Так, какие мне ощущения? Пришел анализ крови и гемоглобин 85 у меня. И вчера такая сначала эйфория была, а сегодня же такой как бы отходняк. Все болит. И, да, кружится голова, слабнут ноги. Я немножко за, вот где вижу, за что можно задержаться, придержаться. За то и держусь. В общем, ну, я думаю, что восстановление пойдет у нас и все будет хорошо. Малыша пока мне не приносили. Прикладывал я его к груди в родовом зале, непосредственно после родов. Вот, сейчас он в детском отделении. Забирают для того, чтобы просто дать мамочке отдохнуть и набраться сил. Вот, я очень голодная. А, кстати, меня после родов покормили. Прямо на родовом столе. Принесли мне тушеную курицу. По-моему, с грибочками была в сливках. И гречка. И плюс еще брокколи запеченной с сыром. А потом дали еще и сладкий чай. Ну, это вообще по блаженству. Вот, палату я попозже сниму. Все покажу. И сейчас я уже снова хочу кушать. Завтрак еще не скоро. Так, а вот и мой завтрак, который я дождалась наконец-то. Здесь чай. Сливочное масло. Так, это джем абрикосовый. Кипяточек налили. Сейчас посмотрим, что здесь. Здесь кусочек сыра оказался. Так, сейчас подниму. Посмотрим, что здесь у нас. Булочка. В общем, здесь оказалась кашка горячая. То ли пшеная, то ли пшеничная. Два таких вот хлебца. Это я даже не знаю, что за штучка. Сейчас буду все пробовать. Вот эти, в общем, пироженки. Это оказался такой сливочно-творожный крем. Желтый кусочек это манго. Хлебцы с маслом. И вот очень вкусный джем из абрикоса. Кашку я уже тоже съела. В общем, все понравилось. И булочка была вкусная. А вот на второй завтрак принесли запеченное яблочко. Вот такой вот поленальный столик стоит в палате у нас. И сейчас мне принесли для ребеночка вот такую вот одноразовую пеленочку. Влажные салфетки. Это пробники для подмывания крем. Так, этот под подгузник крем. А это просто увлажняющий какой-то кремик. Вот. И стерильный набор одежки. Скорее всего, здесь чепчик, пеленочки. Но это я уже открою, когда понадобится ребеночка переодевать. Вот принесли обед. Здесь тушеная горочка со спагетти. Супчик, булочка и чай. Время утренних процедур. И сейчас я хочу показать вам санузел в палате. Палата, как я уже сказала, одноместная. Так, здесь такое большое, огромное зеркало. На стене висит фен. Тут у меня выдают одноразовые трусики, прокладки. Пеленочка одноразовая. Здесь вот я поставила свою зубную пасту, потому что мне их не особо нравятся. Дезодорант. Так. А он здесь вот такой вот. Вот, раковина. Это тазатор для жидкого мыла. Так все это выглядит. Унитаз. Здесь можно подмыться. Это как обиды еще. Туалетная бумага. Все меняют каждый день. По дважды в день даже проверяют. Ведро. Ну и собственно душевая кабина. Здесь полотенце. Так. Это вот тревожные кнопки вызова медсестры или акушерки. Можно тянуть за грушу. Также здесь вот за грушу можно тянуть. Так. Здесь вот такая вот душевая стойка. Тапочки вот такие вот резиновые. Дверца, конечно, не открывается. И вся вода утекает вот туда. В самой двери здесь есть вентиляция. В общем, санузел просто классный, конечно. Что говорите. Это вот моя палата. И так выглядит она ранним утром. Ребенок у меня пока в детском отделении. Сейчас начнутся все процедуры. Сейчас ко мне придут кровь забирать. Так. В этот раз завтрак такой. Это оладушки. Это рисовая кашка. Булочка вкусненькая. Вот. Все как всегда. Масло сливочное. Джем абрикосовый. Здесь, скорее всего, сметанка сладкая. Кусочек сыра. Ну и чай зеленый я попросила. Мне кажется, самое интересное здесь завтраки. И все в таких вот боксах. В общем, сейчас я лежу и мне просто тупо вливают железо. Темное. Потому что пришли анализы. Вообще там еще больше все упало. И принесли вот на столе еще у меня для тех, у кого такой низкий гемоглобин. Вот белковое питание. Это прям тупо железо вливает. Так что лежу сейчас. Принесли обед. Это сливочный суп. И имеет аромат сельдерея с сухариками. Так, здесь вот на второй фарш. С картофелем сверху. Булочка. Это компот всегда так приносит. А вот там вот Миша. Наш папа. Навестил нас. И да-да-да, пока. Сейчас поедет домой. Такой вот вид из окна. Экологически чистый район считается. Правда, у меня здесь вот под окно вот такие вот кондиционеры. Парковка здесь свободная. Мест полно. Скорее бы уже так вот уехать домой вместе с ребеночком с нашим. А вот на полдник здесь переносится вот что-то подобное. Это круассан. Сейчас попробую там какая начинка, посмотрю. И йогурт обычный, без сахара, местного производителя. А он, к сожалению, без начинки. Но, тем не менее, очень вкусный и хрустящий. Так, в общем-то, снимаю свою палату. И здесь в палате установлен кондиционер. Это такой потолок с вентиляцией. Вот. Как хорошо, что здесь не плитка, да, как в обычной палате. Это пеленальный столик. Все нам выдают. Памперсы. Салфетки такие вот. Пеленки. Причем пеленки в таких вот стерильных упаковочках нам дают. Одноразовые пеленки. Этот рюкзачок, это дали мне подарок из детского отделения. Содержимое покажу позже. На этом стульчике в удобном кресле с подставкой для ног можно кормить малыша. Здесь у нас вот свет над кроватью. Можно включить. Кровать здесь довольно-таки удобная. И сам матрас здесь с электрорегулировкой. Кровать, конечно же, на колесиках. То есть она транспортируемая. Вот пульт управления висит. Вот сначала я, например, выбираю режим, чтобы поднять, например, верхнюю часть кровати. Нажимаю стрелочку наверх. И кровать поднимается. Нажимаем стрелочку вниз. И кровать опускается как нам надо. Дальше у кровати есть связь с медсестрой. С дежурной акушеркой. Вот эта вот тревожная кнопочка. То есть я могу нажать и в любое время дня и ночи вызвать персонал. Вот такой вот здесь вот столик на колесиках. Ну, у меня тут белковое питание мне выдали. Вот пью воду. Такие вот разные таблеточки нам приносят. Так, и вот такой вот вид напротив кровати. Здесь столик, за которым я кушаю. Сюда приносят вот завтрак, обед, ужин, который я уже показывала. Посетители могут сидеть. Вот муж у меня приходит, нам есть где посидеть. Так, здесь плазменный телевизор. Неплохой такой вместительный шкафчик стоит. Так, в нижнем отделении здесь такой вот холодильник. И у меня там стоит йогурт с печеньками. Выдвижные шкафчики. Но, опять же, у меня нет столько вещей. Так, здесь сейф, представляете, как в гостинице. И вот я свои вещи положила. Халат махровый, кстати. От госпиталя. Но здесь жарко, я его не надеваю. Вот. Здесь мои вещи. И здесь висят вот такие вот плотные шторы. Вид из окна вот такой вот у меня. Это экологически чистый район. Правда, вот плохо, что шумят под окном кондиционеры. Парковка почти свободная. Такие вот здесь вот батареи. В общем-то, это вид не палаты, а какого-то гостиничного номера. Согласитесь? Как сейчас принесли ужин. Здесь брокколи на пару. И вот такие вот отбивные мясные. Также к чаю печеньки. Зеленый чай мне принесли по желанию. Вот йогурт. Это уже я ставлю на ночь. Хлебушек. Темный такой. И яблочко запеченное. Каждое утро, кстати, приносят чистые свежие сорочки с логотипом мать и дитя. И каждое утро я вот так вот принимаю душ и переодеваюсь вот в чистое белье. Вот так вот я сейчас выгляжу. Также выдают вот такие вот прокладки. Непосредственно после родов были леди Сенни Макси. Сейчас вот Белла, они поменьше. Одноразовые трусики, одноразовые пеленки, туалетная бумага. Здесь еще есть вот шампунь, гель для душа, зубной набор. Но я предпочитаю своей зубной щеткой пользоваться. Так, ребятенок вот на такой вот кроватке-тележечке лежит. Ну, это во всех роддомах такое. В буксе вот привезли очередной завтрак. Есть такой замочек, он уже открыт. Сейчас посмотрим, что там. Как обычно, стандартно сливочное масло, чай зеленый. Итак, здесь кусочек сыра. Дальше манго с джемом. Какие-то блинчики с начинкой. Сейчас мы будем пробовать булочка и гречневая кашка моя любимая. А также сливочное масло. Ой, какая вкуснотища. В общем, здесь внутри блинчиков это творожная масса с кусочками манго. И такой вот ягодный джем. Здесь завязали лучком. В общем, очень вкусно. Кстати, в блинчиках было манго. А вот это оказалось слива. Она большая, просто крупная и очень вкусная. А у меня пришло время очередного обеда. Это вот тушеная печень говяжья. Мне очень понравилось. Сливочном соусе с гречкой. Ну, здесь вот обычный куриный супчик. Вот такой вот. И булочки всегда дают такие вот вкусненькие с кунжутом. Ну, а это компот. А вот и настало время полутника. Круассанчик принесли. И вот такое вот детское молочко. Агуши. А вот какой вкуснейший завтрак принесли. Это овсяная кашка. Это воздушный омлет. Булочка. Джем абрикосовое сливочное масло. И кусочек мяса. Порядок дня в стационаре. Он, да, практически соблюдался по часам. Это вот описание тревожных кнопок. Детское отделение. Вопросы слышали, да? Если там желтушка. Здесь вот детей подмещают под такие фотолампы. И вот детноходных покровов, связанные с повышенным белирубином в крови, проходят. Вот вы видите, ребеночек находится в небольшом куветике. Он здоровый. Единственное, он маловесный. И поэтому необходимо наблюдать. В госпитале все очень понравилось. Все на высшем уровне. Не сравнить, конечно, с обычным роддомом. Вот такой вот шикарный букет. Точнее цветочную композицию мне дочка подарила. Очень красивые здесь. Разного сорта розочки. Вот такая красота. Тоже много букетов. Мы все их поставили в одну вазочку. Здесь вот замечательные белые розы. Пять штучек. Вот такие вот цветочки. Вот такие вот кустовые розыки. Но они что-то уже стали сам это подвидать. Вот такие вот кустовые розыки. Вот такие вот... Продолжение следует...